Итак, привет всем! Меня зовут Оля и наконец наступило время для моего нового видео. Тема сегодняшнего видео «Типичная голландская еда». Вообще, если говорить о голландских национальных блюдах, то закончить видео можно прямо сейчас, потому что особо не славится Голландия какими-то специфическими блюдами, как, допустим, наша украинская еда, либо итальянская еда. Но, тем не менее, постаралась я отобрать для вас такие специфичные, какие-то необычные блюда, которые являются именно типичными для голландской еды. Естественно, первое, что приходит мне на ум, это, конечно же, голландский сыр. Все мы знаем, что сыр здесь очень вкусный, и разнообразие его просто невероятное. Приобрести сыр вы можете как в обычных супермаркетах, так и на уличных рынках, так и в специализированных, отведенных для этого местах. Как в Амстердаме, допустим, есть огромное количество таких магазинов, там, где вы можете зайти внутрь, попробовать разные сорта сыра, выбрать то, что вам больше всего нравится и приобрести его. Ну, еще я для вас посоветовала бы отправиться в Алкмар, это такой небольшой городок недалеко от Амстердама, буквально там на 40 минут на поезде, и там находится каждую пятницу, там происходит Cheese Market, это сырный рынок, на котором голландцы в традиционной своей одежде показывают для туристов, как ранее, да, в средние века продавался сыр, как его выбирали, как его взвешивали, это очень интересно посмотреть, это очень популярно среди туристов, и будет какая-то для вас дополнительная интересная информация. Естественно, помимо сыра есть еще какие-то вот вещи, которые, на которые обратила внимание, которые мне очень понравились. Из них эртен суп, это гороховый суп, он очень такой густой консистенции, в нем очень много разных ингредиентов, и готовится он, в принципе, где-то вот полтора-два часа. Подается он все время в холодное время года, и к нему подается такая копченая колбаска Rockwurst. Очень вкусно, советую вам попробовать. Идем дальше. Когда вы будете гулять по Амстердаму, либо по Утрехту, либо по любому другому городу, а также, если вы побываете на ЖД вокзале, то вы обязательно наткнетесь на такие фастфуды в ФЭБО. Что это такое? Первое, что он бросится в глаза, это огромное количество таких маленьких микроволновочек, в которых находятся какие-то закуски, или, допустим, гамбургеры, чизбургеры. Все, что вам нужно сделать, это выбрать свой бутерброд, который вам больше всего понравился, положить там монетки, там, евро 20, 2 евро, и открыть эту микроволновочку и достать теплый, готовенький бутербродик. Среди этих закусок очень популярны вот крокеттен, битеболе, фриканделен или кассуфле, это традиционные голландские закуски. Что они собой представляют? Это либо колбаска запеченная во фритюре, либо это может быть плавленый сыр, опять же обжаренный, либо это может быть разные мясные шарики. Очень вкусно и очень интересно попробовать. И знаете, когда мы, украинцы, допустим, идем в паб, то к пиву мы обычно заказываем чипсы, сухарики, орешки, то вот для голландцев типичная закуска будут именно вот эти вот битеболы. Попробуйте, очень, думаю, вам понравится. Идем дальше. Если вы спросите у голландца, какая же у вас типичная кухня, то думаю, что на первом месте будет у них стоять стампот. Что такое стампот? Стампот бывает в первую очередь нескольких видов. Это бывает андайви стампот, это пюре с добавлением разного вида капусты. Это может быть андайви стампот, это может быть буракл стампот. То есть пюре, добавляем капусту, смешиваем все вместе, добавляем бекон и, пожалуйста, стампот ваш готов. И подается к нему тоже рокворст, это копченая колбаска. Еще бывает зюркол, да, разновидность стампота, это вместе с квашеной капустой. Либо бывает хатспот, это пюре вместе с морковкой. Очень интересно, и вот голландцы очень любят кушать стампот в зимнее время года. Естественно, помимо этого, так как мы знаем, да, что голландцы отвоевали землю у моря, то, естественно, с морем они на ты, и, естественно, нельзя забыть вам рассказать и о голландской селедочке. Харин. Здесь она очень вкусная, можно попробовать как в обычных супермаркетах, так и на уличных рынках. И также можно отправиться в такие рыбацкие деревушки Воланда, недалеко от Амстердама, либо в Зансисханс, это музей под открытым небом. Как она подается? Это может быть либо на бутербродике, либо на багете, целая селедочка и посыпанная луком. Это первый вариант туристический. Если вы хотите прочувствовать себя настоящим коренным голландцем, то селедочку вы должны кушать немножко в другом виде. Что делает голландец? Голландец берет селедочку за хвостик, обволакивает его в луке, поднимает над собой, открывает рот и таким вот образом съедает эту селедочку. Выглядит это немножечко забавно и комично, но тем не менее, если вы будете где-то гулять по городу, если вы увидите какого-то странного человека, кушающего селедку таким видом, то знайте, что перед вами настоящий коренной голландец. И если не отходить далеко от рыбы, то еще вам советую попробовать киблин. Что это такое? Это рыбное филе, обжаренное во фритюре. Подается оно тоже на небольшой тарелочке. Рыбка, дальше там может быть кетчуп, либо майонез, либо любой другой соус по вкусу. И вы просто берете ее и кушаете вместе с этим соусом. Очень вкусно. И вот когда вы гуляете по этим уличным рынкам, запах просто невероятный. И всегда вот, знаете, прям хочется взять и покушать ее. Вот. Думаю, это все, что касается вот именно супов, каких-то соленых вещей, которые очень популярны в Голландии. И настало время для сладости, потому что все-таки есть некоторые вещи, которые типичны для Нидерландов. И первое, что приходит мне на ум, что самое-самое вкусное, как по мне, это строп вафл. Что такое строп вафл? Это вот такие вот вафельки. Состоят из двух тонких слоев теста, запеченных вместе с карамельным сиропом. Вы можете приобрести эти вафельки в супермаркете. Вот как бы, да, вот так они вот выглядят. Либо обратите внимание, что, в принципе, в туристических магазинах вы можете их тоже купить, только они будут такой в бело-голубой обертке. И на пару евро дороже, и за чисто вот, как бы, да, за внешнего вида. Но еще вам рекомендую поехать на рынок, да, опять же, и попробовать горячие строп вафли. Они бывают либо вот такого размера, либо бывают вот немножко такого огромного размера, стоят где-то около двух евро. И вот как бы очень интересно их будет для вас попробовать. Идем дальше. Вы знаете, наверное, каждая страна будет говорить, что вот блинчики, блинчики – это наше традиционное блюдо. Но на самом деле все зависит от того, как вы их кушаете и как вы их подаете. Для голландцев паракуке – это тоже традиционное блюдо, блинчики, да, так они называются по-голландски. Голландцы их очень любят кушать, и кушают их как соленой начинкой, так и со сладкой начинкой. Если это соленая начинка, то самым таким популярным, да, будет сыр, ветчина и яблоки. Да, именно яблоки, честно, на самом деле, такое очень-очень вкусное сочетание. А если брать соленую начинку, то, ой, спросите, сладкую начинку, то и сладкая – это может быть либо нутелла, либо это может быть арахисовое масло, либо изюм, орехи, в общем-то, джем любой, все что угодно. И, кстати, не обязательно вам стоять, и там, знаете, целый час, как мы, украинцы, это делаем, выпекать эти блинчики. Все очень просто. Вы идете в супермаркет и покупаете вот такую вот пачечку с готовыми блинчиками. На самом деле, когда я первый раз увидела это, у меня была такая, знаете, шокирующая реакция, вы что, издеваетесь? Это можно есть, это нужно, наверное, невкусное. Боже, вкуснятина неописуемая. И все, что вам нужно сделать, это положить его в микроволновку на 30 или 50 секунд, и ваш блинчик готов. Очень вкусно и очень просто. Идем дальше. Помимо блинчиков, еще есть, кстати, у них такие пофичас. Что такое пофичас? Ну, в принципе, как только я их попробовала, для меня это наши украинские оладушки. Они вот такой маленькой формы, немножечко такие пухленькие, вздутенькие. Подаются они тоже либо с джемом, с джемом, с нутеллой, то есть что вам по душе угодно. Очень вкусно, как бы, и интересно. Кстати, забыла сказать, если вы будете в Амстердаме, то на одной из центральных улиц Амстердама есть небольшой такой ресторанчик. На самом деле ресторанчик очень маленький, вот, как бы, да, такая шумная улица, его увидеть как-то немножко сложновато. Он маленький, там буквально находятся пять столиков, но там вы можете попробовать реально настоящие, вот, голландские блинчики с разной начинкой. Очень интересно, очень вкусно, и интерьер там очень красивый, необычный, поэтому вам рекомендую туда зайти. Адресы я оставлю в описании своего видео. Дальше. Опять же, возвращаясь к этим рынкам, да, как я уже сказала, да, не раз упомянула, что рынки здесь очень популярны. Голландцы там по субботам, воскресеньям ходят скупу, там, и сыры, и колбасы, и цветочки, то есть все, что вам угодно. Также вы можете там попробовать эти вот разные закуски, которые я вам сказала ранее. И еще олеболы. Что такое олеболы? Это, по сути, пончики. Это как жареные, как бы, да, круглые пончики, жареные, своего рода, как жареные пирожки. Они могут быть либо пустые, без ничего, либо могут быть с изюмом и посыпанные сахарной пудрой. Вкусные, но довольно-таки жирные, я бы сказала. Вот так вот. В принципе, кажется, наверное, это все, что я хотела бы вам рассказать, да, в целом, вот, о голландской кухне, что голландцы кушают. А если вот немножко, да, отойти рассказать вам, как вообще они, да, в целом питаться, как у них проходит завтрак, обед и ужин, то, в принципе, это довольно-таки просто, да, вам рассказать. Нидерланды – это страна сэндвичей, страна бутербродов. На завтрак, на обед здесь голландцы кушают бутерброды. То ли это может быть бутерброд с сыром, с ветчиной, с колбасой, то ли это могут быть бутерброды с какой-нибудь сладкой начинкой. И сладкой начинкой самая известная является пиндакас. Пиндакас – это арахисовое масло. Здесь его просто детки обожают, кушают постоянно. Очень интересно, имеет такой необычный вкус, оно немножко такое суховатое, я бы сказала, и как бы не с первого раза там оно может вам понравиться. Но на самом деле действительно очень вкусно. Либо это может быть спекюласс, это тоже вид пасты. В принципе, как бы это изначально печенька, такое миндальное-ореховое печенька, но вот тоже в форме пасты оно может быть, очень-очень любимое среди деток, и вообще среди любого возраста голландцев. И еще такая вот интересная вещь, которую малыши просто обожают – это хаглслаг. Что это такое? Это, по сути, шоколадная стружка. Как мы в Украине, допустим, когда у нас есть Пасха, мы посыпаем вот разной стружечкой пасочку сверху. Так, для детей это обычная еда на завтрак или на обед. Что они с ней делают? Они берут хлеб, намазывают его сливочным маслом и посыпают этой стружечкой. Это именно хаглслаг, но еще бывают его несколько видов. Он бывает разных вкусов, разной формы, разных цветов. То есть, в зависимости, что вам больше всего нравится. Еще есть такие конфетки Drops. Они темно-синие, либо черного цвета, такие круглые формы. Они бывают и солеными, и сладкими, и кислыми. То есть, всевозможные начинки. Но дело в том, что уже по опыту могу сказать, что украинцам и русским эти конфеты категорически не нравятся. Вот сколько раз я передавала это своим близким, родным, все время, фу, что это за гадость. Дело в том, что конфета состоит из, да, сделана из лакрицы, и на вкус она очень-очень специфическая. Поэтому вот как бы не каждому эти конфеты нравятся. Но тем не менее, для разнообразия, чисто проверить себя, настоящий ли ты украинец, то обязательно попробуйте эти конфетки приобрести, да. Вось вам они понравятся. Вот. В целом, мне кажется, мне кажется, это все. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас интересным, полезным. Я надеюсь, что у вас появилось очередное желание побывать в этой классной, замечательной стране. Если у вас будут какие-то вопросы, то обязательно обращайтесь. Буду всегда рада помочь, рада буду ответить. И до скорых встреч. И, конечно же, с рождественскими праздниками вас. Пока-пока.